В канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. Их ценнейшие свидетельства, рассказы о войне, так сильно контрастируют с тёплыми майскими, самое главное, мирными днями. По каплям и крупицам собирается летопись особенного поколения, представителем которого является наша героиня Антонина Сольнова. В 41-м году она принимала участие в обороне Москвы в районе деревни Акулова. Когда подоск начали бомбить, родной город оказался прифронтовым. Всё мобилизованное население, включая подростков, женщин и стариков, было направлено на оборонительные рубежи, в частности Стремиловский. Вставали цепочкой и пилили деревья, а после, когда подпилим всё это, нужно было повалить макушками к Варшавскому шоссе, оттуда, откуда ждали немцев. Надо было это дерево повалить вот к этому рву, чтобы вот танк, если пошёл, если даже он через ров сумел подняться, допустим, там, то он всё равно гусеницами запутается. Вот цель была какая, пилить эти противотанковые завалы. Осень была промозглой и голодной, а зима неистово лютой. Нам строго-настрого было заказано ни в коем случае не разжигать печку. Дым пойдёт, значит, а он стоял немец в трёх километрах. И вот как только увидит дым, то всё. Сейчас же поднимаются самолёты и начинают бомбить, крошить так, что живого места нет. В памяти Антонины Сальновой остался яркий эпизод, связанный с ненавистью к врагу и предателям Родины. В соседней церкви собирались обвенчаться немецкий офицер с русской девушкой. Но лётчики-разведчики камня на камне не оставили от этой церкви, где, по их мнению, планировался не священный обряд взаимной верности, но акт предательства. На войне не было места сентиментальности. Они узнали, что какая-то наша девица с каким-то офицером немецким завтра будут венчаться вот в этой церкви. Вот даже я запомнила эти самые часы в 12 часов дня. И вот они говорят, ну мы им сейчас подготовим. И всё направили на эту церковь. И вот так долбанули, что там кирпичи летели. Зато сколько было примеров проявления милосердия. Вернувшись в Подойск, Антонина помогала встречать эшелоны с ранеными, распределять их по местным госпиталям. Ходили в госпитали, вот рвали старые простыни, стирали их, гладили утюгами этими угольными, потому что перевязочного материала не было. Ну вот. И эти самые письма вот писали тем, которые тяжело раненые. Это вот концерты им устраивали. Город был весь погружен во тьму. Но не было страшно на улицах, поскольку страшнее бомбёжек и вида из раненых солдат не было ничего. Война же была, голод. Голод. Сколько мальчишек у нас умерло в цехах завода. О боже мой. Вот эти огромные цементованные плиты для самолётов, броневая защита лётчика. А после этого 1300 градусов, раскалённый вот такой металл. И надо было его закалить вот в масле. И после править, править кувалды, большие, огромные плиты, вот эти большие туполевские вот эти детали, почти 6 пудов одна деталь. Это толщина 20 с чем-то была, вот эти штурмовики дальнего следования. Это вот спина, спина вся защита лётчика была. И вот они кувалдами должны были кромки выправлять, потому что, чтобы небо не трещало, они же будут, нужно было приваривать к другой детали. Приходишь, вот Ваня Гвоздев, помню мальчик, приходим, он мёртвый. Голод и непосильный труд. После войны Антонина Максимовна получила техническую специальность металловеда. Была принята на работу помощница лаборантки на завод имени Арджиникидзе. Сегодня это машиностроительный завод Зиоподольск. И так отработала на этом предприятии 55 лет, сделав карьеру и завоевав непререкаемый авторитет своими знаниями, опытом и даже интуицией в решении серьёзных проблем. Почётный ветеран Подмосковья Антонина Сольнова с группой товарищей участвует в проектировании и создании первой атомной электростанции в Обнинске, первой атомной подводной лодки, госзаказа номер 120. Большой вклад внесла в развитие тепловой энергетики, участвовала в разработке новой марки стали. Она облетела всю страну, бывала за границей, награждена государственными наградами. Антонина Максимовна встречалась с Курчатовым, её уважали директора предприятия, руководители и коллеги за принципиальность и высокий профессиональный уровень. В свой очередной день рождения Антонина Максимовна встретила в окружении учеников, которым передаёт свой опыт. Несмотря на жестокий период судьбы во время войны, считает себя счастливой. Жизнь в труде – это насыщенная событиями биография. Вот такой она интересный человек, жизнерадостная и молодая душой нашей героини. С Днём Победы вас, Антонина Максимовна!